Трактор собрал мусор и выгрузит сейчас его в пустыне. Вот такую картину воочию наблюдали и запечатлели на мобильные телефоны жители высотки в Свияжской пойме. Какой-то предприимчивый управленец решил, что мусор в перемешку бытовой и строительной, складированный рядом с домом прямо на земле, нужно срочно ликвидировать. Вариант по правилам и по закону почему-то не устроил распорядителя смердящего и пыльного шоу. Ну и наличие тяжелой техники, возможно, сыграло в этой дурнопахнущей истории не последнюю роль. И действительно, чему все эти сложности? В заключении договора с подрядными организациями. Соглашение с компанией на уборку мусора. Когда можно просто взять от небольшого дозера, взвести в кучу и сбросить вот сюда, по склону холма. Ну и что, что эта рекреационная зона поймы реки Свияги? Само как-нибудь рассосется со временем. Ну или гниет. Скопом в ковш из глаз долой. Метод быстродейственный, особенно если в этом доме не живет ни тракторист, ни ответственно-безответственное лицо, отдавшее команду на преступную утилизацию. Вонь разлагающихся бытовых отходов, накрытых обломками кирпича, упаковочной пленкой, монтажной пеной и остатками мешков из-под цемента, не критично, если ветер дует в сторону реки. И гораздо хуже, если в обратную. Видеоматериалы, на которых запечатлено нарушение, попали в природоохранную прокуратуру. А уже оттуда, в силу того, что земля в черте города вдоль реки Свияга по факту федеральная, врос природнадзор. По данным материалам мы сейчас принимать будем процессуальные решения. Либо запрашивать согласование в прокуратуре на внеплановую проверку. Но здесь, я так понимаю, пока не установлено лицо. Поэтому в отношении кого-то конкретного возбуждать дело пока невозможно. Скорее всего, в отношении установленных лиц. Либо возбудим административное расследование. Сейчас просто изучим эти материалы, которые прислали из прокуратуры. И уже по ним будем принимать решения. Но в любом случае, соответственно, будем заниматься этим вопросом и искать виновных, и наказывать. И такие нарушения не редкость для Ульяновска. А мусор у водоемов, в парках, лесах и рекреационных зонах явление стихийно постоянное. То есть, сами помойки до момента выявления и ликвидации возникают, конечно же, стихийно. А происходят такие случаи с завидной регулярностью. Вот, например, июньский случай. Некоторые приходят хотя бы в мешке, из мешка так, тюм-тюм-тюм, и пошли дальше. Однажды мы пришли вот здесь вот, между могилами даже нельзя было пройти. Прям до середины могил, просто листья, без мешков, безо всего. То есть, культура, конечно, ну не знаю, ну что, ну как? Ну я же не могу здесь каждый день быть. А эти залежи разнообразных хозяйственно-бытовых и строительных отходов были обнаружены чуть раньше, в мае 2016-го. Отдых на природе практически не выезжая из-за черты города. Мечта для сотен тысяч жителей Ульяновска. Особенно, когда процесс движения к этому отдыху можно совместить с решением хозяйственно-бытовых вопросов. Например, вот таких. Однако крупные свалки именно в водоохранных зонах для Ульяновской области явление редкое. В основном, отмечают в региональном управлении Росприроднадзора, это все-таки бытовой мусор, остатки пикников и самопальные автомойки. Ну и строительный мусор, как ни крути, дело рук человека. И поскольку поговорка «не плюй в колодец» в Ульяновске, как видно, работает через раз, нам, как это ни странно, есть чем гордиться. Мы – большой мегаполис. Стыдно сорить у своего порога. Свалю соседям, а там – как хотят. Повод для гордости, конечно, сомнительный, но уж какой есть. Евгений Луковкин, Олег Тоньшин, репортер 73.